МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если вы решили обновить интерьер вашей квартиры, то не спешите. Обратите внимание на материалы, которые всегда под рукой. Вы смотрите телепроект Уютный дом на городском телеканале ЮТВ, где каждую неделю мы показываем вам, как легко и просто своими руками сделать полезные и оригинальные предметы для интерьера вашего дома. Вот что вас ждет сегодня в выпуске. Сегодня в выпуске мы покажем, как сделать подставку под напитки на подлокотник дивана. А также вас ждет новая рубрика «Мастер-класс школа ремонта» от компании Леруа Мерлен, где вы узнаете, как самостоятельно провести монтаж самонесущего изолированного провода. Думаю, вам знакома ситуация. Вы включили телевизор, сели на диван, в руках у вас любимый напиток, а поставить его некуда. Что же делать? Для вас у нас есть отличное решение. Это подставка для напитков, которую можно сделать своими руками. Для того, чтобы сделать подставку под напитки, вам понадобится две деревянные рейки длиной полтора метра, ножовка, декоративная мешковина, лак по дереву, а также пистолет для горячего клея и стержень к нему. Подставка под напитки на подлокотник дивана – это очень полезная и функциональная вещь в интерьере вашего дома, которая позволяет насладиться напитками и закусками, сидя на диване. И для этого вам не потребуется стол. В создании такой простой и удобной вещи нет ничего сложного. Для начала нам необходимо распилить деревянные рейки длиной полтора метра на одинаковые отрезки. Мы предлагаем сделать их по 30 сантиметров. На наш взгляд, это оптимальная и удобная длина. Итак, делаем разметки на каждой рейке, после чего приступаем к распиливанию. Для этого рекомендуем использовать ножовку с полотном по дереву. Так у вас получится аккуратный спил без неровностей и сколов. Минут 10 и у вас все будет готово. Теперь приступаем к следующему этапу. Будущую подставку необходимо защитить и облагородить. Для этого мы воспользуемся защитным лаком по дереву. При нанесении лака не забудьте о защите. Используйте перчатки и респираторные маски. Итак, покрываем лаком рейки с внешней стороны. Для насыщенности цвета, а также для лучшей защиты, можно покрыть в несколько слоев. После того, как лак просохнет, пришло время приступить к приклеиванию рейк на ткань. На наш взгляд, в этой работе горячий клей – это простое и лаконичное решение. Также можно использовать клей по дереву, ПВА, суперклей, а также жидкие гвозди – на ваше усмотрение. Материал, на который приклеиваются рейки, может быть любой – простая ткань, либо кожа. Мы же решили выбрать декоративную мешковину, так как она имеет нейтральный цвет и фактуру. Такой вариант отлично подойдет под интерьер. Итак, располагаем рейки на мешковине и начинаем приклеивать. Чтобы детали хорошо приклеились к подложке, не жалейте клея. Старайтесь наносить его так, чтобы покрыть всю рейку по периметру. Это обеспечит прочное соединение и не позволит деталям оторваться от подложки. Расстояние между рейками может быть небольшим. Можно их даже установить впритык. От этого конструкция только прибавит прочности. Или оставить несколько миллиметров между рейками для того, чтобы конструкция была более гибкой, как в нашем случае. После проклейки лишнюю ткань можно обрезать. Теперь дайте немного времени, чтобы конструкция высохла. Вот и все. Субтитры подогнал «Симон» Далее вас ждет новая рубрика «Мастер-класс школы ремонта» от компании «Леруа Мерлен», где вы узнаете, как самостоятельно провести монтаж самонесущего изолированного провода. Очень часто при ремонте возникает множество вопросов. Как проложить проводку в квартире? На что стоит обратить внимание при выборе теплого пола? Как сделать перегородку из гипсокартона? Ответы на эти вопросы вы сможете получить в школе ремонта от компании «Леруа Мерлен». Здесь каждую неделю проходят мастер-классы, где любой желающий на практике может научиться делать ремонт самостоятельно. Давайте же узнаем, что изучают в школе ремонта. Мастер-класс называется «Монтаж СИПа». Если более расшифровать аберратору, это самонесущий изолированный провод. То есть это провод, который идет у нас по улицам, по столбам. Непосредственно, действительно, самое главное, что нам понадобится, это кабель. Кабель самонесущий, сокращенная аберратора СИП. То есть это две жилы. Они из медного материала. В принципе, ПВХ-изоляция нанесения, который устойчив к любому природному воздействию. Снег, дождь, вода, низкие температуры. Ультрафиолет. Соответственно, дальше возникал вопрос, зачем вот этот анкер с хомутом? Анкер с хомутом как раз нужен нам для того, чтобы не повредить нашу красоту уже на здании. Не повредить наш фасад. Вот здесь вот есть ограничитель. Соответственно, когда мы заведем сюда кабель, он получится на расстоянии 4 где-то сантиметров от внешнего фасада здания. И таким образом кабель не будет двигаться по фасаду и останется все красивым в целом. Это вот по этому вопросу. Место ввода в нашем здании мы определяем сами для себя. То есть поэтому мы где-то аккуратно в стране выбрали. Вывели линию, подняли ее повыше над зданием с помощью вот таких анкеров. Соответственно, потом нам надо будет использовать в зависимости опять же от нашего здания. То есть бетонное, кирпичное, деревянное сооружение. Мы выбираем анкера, чтобы зафиксироваться на здании. Фиксируемся мы, мы фиксируем кабель на здании с помощью вот такого анкерного зажима. Он идет универсальный. А универсальный он в плане того, что есть линия электропередач однофазная, есть трехфазная. Соответственно, количество фас определяет количество жил. Трехфазная подразумевает четыре жила, двухфазная подразумевает две жила. Здесь, соответственно, универсальный. Он разборный, разбирается. В него заправляется кабель. Мы попозже попробуем все это сделать. Монтируется очень легко, соответственно, на анкер. И затягиваются провода. При этом нам, кроме наших рук, по сути, больше ничего не нужно будет. То есть никаких дополнительных инструментов. Дальше, соответственно, еще вот здесь будет интересное устройство. Изолируемый прокалущий изолятор. Здесь просто не надо зачищать никаких проводов. Поэтому, в принципе, мы имеем, конечно, вот это обжимное зачищающее клеще устройство. Но, в принципе, они нам тоже особо не понадобятся. Он прокалывает таким образом, что нам не надо зачищать изоляцию. Как раз вот нахождение наверху, про что мы все говорим, что это очень сложно, быть наверху на лестнице. То есть ничего сложного нет. Мы два кабеля заведем и ключиком на 13, в данном случае, мы просто закрутим все это дело и спустимся. Опять же, с учетом того, что уже линия электропередачи отключена. Но даже если так произошло, что линия электропередачи не отключена, так как мы никакую изоляцию не снимаем, в целях нашей безопасности изолятор изолированный, то есть мы, когда его закручиваем, в принципе, с нами ничего тоже не произойдет. Но, конечно, работать всегда в уши без нагрузки. Скажем, вот здесь у нас угол здания. Смонтируем мы туда анкер. Нам понадобится, да, шуруповерт. Абсолютно верно, чтобы он нес на себе нагрузку. Какие хорошие стены твой. Соответственно, потом мы все это делаем туда. Пылесос, нам нужен пылесос. Кто у нас знает, как анкер у нас фиксируется? Подсказываю, ребята, подсказываю. Ну, в принципе, да. Но кто знает? В принципе, это просто анкер. Да. Абсолютно верно. То есть при помощи правил гуравчика. Мы закручиваем. Абсолютно верно, да. И идет распорка. Таким образом он фиксируется в стене. В принципе, можно... Давай попробуем пластиковый. Почему нет? Действительно. Мы же все варианты рассматриваем, верно? Вот почему нет. Приятный материал. Работать с ним вообще одно удовольствие. Сейчас нам понадобится... Вот, теперь... Это анкерный зажим. Сейчас мы будем с Александром, так как у нас они абсолютно одинаковые, их разбирать. Разбирать они, в принципе, легко. Есть перемычка. Так вот. Она, в принципе, отщелкивается. То есть... Соответственно, один анкер мы, точнее, один зажим убираем, так как он нам не нужен. У нас только два провода. Остается другой. По сути, слегка его вставляем. И далеко высовывается? Ну, высовывается непосредственно, по сути, то есть... Ровно столько, сколько нам нужно завести в дом. То есть это все вымеряется. Согласен, то есть, этому моменту. Ну, мы тут используем метраж чуть-чуть. Да, соответственно. И чтобы нам затянуться, нам, по сути, нужно простое действие. То есть мы взяли, вставили. И как бы конус, да, туда? И потом просто, да, слегка натянули. Все. Кабель, соответственно, натянут. В принципе, все. Обратно собираем. То есть вставляем проушину в петлю. Тут, в принципе, можно убавить, если есть необходимость. И защелкиваем. Вот. Вот, да. Куда? Или это чтобы держаться вдоль? Это чтобы кабель у нас вот так вот пойдет. Красиво. Не бил по стене. На публику. Вот так вот, да, действительно. Это пойдет в дом. А вот это нас тянет на улицу. То есть вот так вот. И теперь нам нужно еще смонтироваться на столбе. Глубина, согласно, в принципе, анкера. Но достаточно такой. Дальше он тоже себя потолкнет. Будем ее использовать как, скажем, такое вращающееся устройство. Ну, можно использовать что угодно. Что угодно, что нам больше нравится. В принципе, да. То есть это нужно закручивать как можно сильнее. То, что дерево начало чуть-чуть хрустеть. Спасибо, как говорится, подсказкам Эбулата. Все это правильно сейчас будем фиксировать. Вот все. Наш монтаж, в принципе, и окончен. Мастер-классы школы ремонта проходят каждую субботу и воскресенье. Записаться на них можно в магазине «Леруа Мерлен». Вот так легко и просто своими руками можно сделать полезные и оригинальные предметы для интерьера вашего дома. Вы смотрели передачи «Уютный дом» на городском телеканале ЮТВ. До встречи через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин